Партнер программы события Лицкий хлебозавод Мы используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью. К нам выпуск с анонса его основных тем. Они живут для детей. Лицчанки Марина Редько и Марина Лямкина за материнский труд удостойны Ордена Матери. Очень-очень волнительно, потому что такой наградой достается не каждый. Жители Литчины воспользовались возможностью поднять наболевшие темы. В субботу в Лиде прошла очередная прямая телефонная линия. И снова награда. Лицкое телевидение стало победителем республиканского творческого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации «Крепкая семья, крепкая держава» в номинации «Лучшие материалы» в электронных региональных СМИ. Мы рады, что наша компания в очередной раз стала победителем этого конкурса. Всю прошлую неделю в Беларуси поздравляли мам. Торжественный прием от имени губернатора ко Дню Матери состоялся в пятницу в Гродненском облсполкоме. На него были приглашены женщины-мамы из разных регионов Гродненщины. Присутствовали на мероприятии и наши землячки. Приемная мама Елена Горбач из агрогородка Бердовка и родитель-воспитатель детского дома семейного типа Анна Трудникова из Лиды. Поздравления с Днем Матери виновницы торжества принимали от помощника президента Беларуси, инспектора по Гродненской области Сергея Равнейко, председателя областного совета депутатов Игоря Жука, заместителя председателя облсполкома Виктора Лисковича. Все приглашенные на торжественный прием мамы получили подарки. На приеме присутствовали мамы из всей Гродненской области. Многодетные мамы, которым в начале нашей встречи были вручены ордена мам. Родители-воспитатели детских домов семейного типа и приемные мамы, которые воспитывают как своих, так и приемных детишек. Конечно, разговаривали и перед началом встречи, и после встречи, и на самой встрече. Было для этого небольшое время, небольшое количество времени. Проблемы одни и те же, заботы одни и те же. У кого-то более больные детки на воспитании, у кого-то более сложные детки по характеру. Но все равно трудности одни и те же, заботы одни и те же. Конечно, были рады этой встрече, были рады общению даже вот между собой. Хотелось послушать, как мамы другие живут, как детишки воспитываются, как им помогают местные власти и отделы образования. Встреча была на очень достойном и высоком уровне. Очень много теплых слов мы услышали. Очень красивая, торжественная обстановка. Был для нас представлен небольшой концерт, небольшая концертная программа, выступали детки. Праздничное мероприятие по случаю Дня матери прошло и в Лиде. В зале детской музыкальной школы искусств собрались те, кто всю свою жизнь посвятил детям. Кожная женщина, что была запрошена на урочистое мероприемство, присвеченная Дню матери, добро ведала, какая это непростая справа быть мамой и какое это одночасово великое счастье, когда тебя называют матулей и когда ты маешь я ее. Прозначность материнства и силу материнской любови говорила в своей святочной промове член Совета Республики Национального Схода Беларуси Старшинялицкого районного совета депутатов Инеса Белуш. Яна, сама дочка и мама двоих дорослых детей, упевнена, матуля потребна в любом взросе. Когда говорим о маме, я думаю, глаза искрятся и улыбка у всех, и взрослых, и маленьких детей, потому что мама действительно главный человек. В притче говорится о том, что мама дана нам как ангел, который сопровождает по жизни, помогает в каждую минуту. Наверное, почему успевается материнская любовь? Потому что ради детей, наверное, только мама так и может. Поэтому сегодня мы как раз хотим настроить наших личан на то, чтобы они сказали спасибо своим мамам за то тепло, любовь, ласку, которую они дарили, за частную заботу о них. Ну, а те, кто сами мамы, чтобы они порадовали, что они мамы. У Беларуси по традиции напереда Дни дня мати и у святочный день многодетным мамам, которые народили и выховывают с пятерых и больше детей, уручают ордены мати. У Лидии у Знагороды за материнскую працу отримали Марина Радько и Марина Лямкина. Очень-очень волнительно, потому что такой награды достается не каждый. И я бы хотела выразить большую благодарность государству за поддержку, государственную помощь. И со своей стороны мы стараемся растить и воспитывать своих детей, чтобы они стали достойными гражданами своей страны. Конечно, я волнуюсь. И все дома волновались, все переживали. Наверное, переживали целую неделю, как только узнали, что уже указ подписан о присвоении. У святочный день побач с виновницами урочистости были родные. Подтримать Марину Радько пришла о малюся семья. У зале не было только старейшей дачки, якая вучится у Ашмянах. Марину Лямкину супроводжал муж. Пятерыш детей чекали маму дома. На пытание эти склада на быть многодетной мамой обидвижанчины отказывали. Нет, тому что побач надейны муж и дети. Мне очень помогает моя семья. Муж, дети. Наверное, без них не было бы ничего. Папа у нас во всем мне помогает. Старший сын, конечно, ему тоже отдельное спасибо. Сейчас он у нас уже учится, уже труднее без него. А так, конечно, дети помогают. Живем мы, конечно, заслугами наших деток. Грамоты, дипломы, медали, рекорды. Все это дети. Когда на грудях Марины Радькой и Марины Лямкиной появился орден мати, их мужи отчули гонор за свои другие половы и у черговый раз переконалися, что они сделали правильный выбор, выбираючи себе с подорожницу життя. Замечательная у меня жена. Во всех отношениях замечательная. Исключительная мать, исключительная хозяйка. В советские времена мультик был. Кто как обезьянка и семь обезьянок бегали по городу. Смешной был мультик. Но сейчас я понимаю, это не смешной мультик, а очень трагический мультик. Так что Марины молодец. Я бы хотел пожелать своей жене здоровья и себе тоже, потому что поднять вот этих вот, поставить ноги, надо нам, чтобы было здоровье, терпение. Ну и любовь. Пока все у нас есть, пока все получается. Старый шын Марины Радько, як и его батька, не хава ухвалявания. Ведома штата так само близкий человек, але с мамой у их яснуя некая незвычайная совесть. Маме можно доверить любые тайны и рассказать о любых проблемах. Она всегда поможет. Она всегда поддержит. Очень рада за маму, потому что это большой праздник в семье. После уручения ордена мати и веншования у Марины Радько и Марина Лямкина, як и все женщины-мати, запрошенные на урочистое мероприемство, присвеченное Дню Мати, примали веншование творческого коллектива уличчины. У их выполнения гучали песни про маму, про ее всемогутную любовь и про удерженность детей. И хотя зала детячей музычной школы мастерства не могла сместить у всех мати и личины, спевали и играли артисты для кожной женщины, якая мая гоноровое звание «Мама». Ты супер-мама, мама, ты лучшая в рассвете. Быть мамой нелегко, но это большое счастье, утверждают героини нашего следующего сюжета. Все себя они отдают детям и радуются любым, даже самым маленьким их достижениям. Отдай мамочке бузьку. Молодец! Паулинке год из семь. Она активная, любознательная и сообразительная. На лету схватывает все, чему учит мама. Держать карандаш и ручку, работать с пластилином, рисовать карандашами и фломастерами, акварельными и пальчиковыми красками, а также собирать конструктор и пазлы. Чтобы всесторонне развивать дочь, мама приобретает специальную тематическую литературу, тактильные и сенсорные игрушки, детские познавательные книги. А еще ей помогает работа. Вероника Левдорович – автор и ведущая детской программы для маленькой компании, которая выходит в эфир Лицкого телевидения каждую субботу. Еще до того, как у нее появился ребенок, она общалась с мамами своих ведущих и многое знала о воспитании малышей. Да и сами дети делились с ней, что интересно им и их младшим братьям и сестрам. Через полгода после рождения Паулины Вероника снова приступила к съемкам программы. И сегодня успешно совмещает материнство и профессию. Смотрела, как дети мои развиваются, как растут мои ведущие, что им интересно в определенный период жизни, что интересно их младшим братьям и сестрам. Поэтому, безусловно, конечно, они помогли. И я хочу сказать, что они сейчас участвуют в жизни Паулины. Вот на первый день рождения они все пришли ее поздравлять. Был большой праздник. Только для ведущих нашей маленькой компании все пришли. Сейчас они все спрашивают, как Паулина, как у нее дела, что она нового умеет, что говорит. У мамы это, конечно, это большое счастье, но это такой колоссальный труд. Просто труд. Люди, у которых двое-трое детей, для меня это просто герои. Потому что очень много сил, очень много терпения нужно, чтобы вырастить, чтобы везде все успеть. А мы еще успеваем работать. Но тут как бы мама моя на подхвате. Она всегда везде во всем помогает. Паулина любит с ней оставаться. За что ей, конечно, большое спасибо. Вероника все время проводит с малышкой, отлучаясь лишь на съемке выпусков детской программы. Через год Паулина пойдет в детский сад, и мама хочет, чтобы девочка была подготовлена. А еще она пытается определить, к чему у дочери есть талант. Только ленивая мама не может развивать ребенка сама. Потому что в наше время очень много пособий. Можно купить, можно сделать самому, вообще не затрачивая каких-то больших денежных средств. Но некоторые мамы вводят в развивающие центры. Здесь как бы у каждого своя, наверное, стратегия развития. Мы не ходим никуда. Потому что мы развиваемся дома, делаем это, когда нам нравится. Приглашаем каких-то своих друзей на какие-то совместные занятия. Паулина сейчас предпочитает играть с яркими кубиками и пирамидками. Но особенно ей нравятся игрушки и книги, которые направлены на развитие тактильных ощущений. Например, читая эту книжку, можно на ощупь узнать, какая шерсть у собаки или пух у птиц. А еще малышка любит прыгать на батуте, нянчить кукол, кататься с горки и на деревянной лошадке-качалке, на которой когда-то каталась мама Вероника и ее младшая сестра. Особенно радуется павлина, когда в играх участвуют и мама, и папа. Глава семьи, хотя и отдает много времени работе, любую свободную минуту старается провести с дочерью и, конечно же, всегда радует ее подарками. Папа всегда, когда видит что-то новое, какую-то новинку, он всегда говорит, покупаем, покупаем, берем. Я говорю, ну у нас уже есть, говорю, похожее, может быть, может быть, не нужно. Он говорит, нет, все равно, пусть будет, пусть будет. То есть мы что-то перекладываем, что-то прячем, что-то достаем. В семье Вероники и Павла пока только один ребенок, однако забот хватает и маме, и папе. Но хлопоты эти очень приятные. Ведь с рождением дочери родители поняли, что в жизни действительно важно, а что второстепенно. Это тяжелый труд, но это большое счастье. Все это видеть, вот все эти собачка, все эти первые достижения, первые шаги, слова, ну то, чему она учится, это, конечно, счастье. В том, что с родительской заботы начинается детское счастье, уверены личами Елена и Леонид Бунь. У них четверо детей, и старшая дочь Наталья уже покинула родительский дом. Она с отличием закончила Гродинский хореографический колледж и поступила в Минский государственный университет имени Максима Танка на отделении вокал и хореография. Валерия, Кирилл и маленький Андрюша живут еще с родителями. Мама и папа стараются строить с детьми доверительные отношения. Только так, считают они, в семье можно сохранить гармонию и взаимопонимание. Мама, самое главное, должна поддерживать детей, направлять. Они должны советоваться. И должна мама, как бы ни была она занята, сколько бы времени не уделяла стирке, уборке, готовке, она должна уделять больше времени общению с детьми. Потому что дети в нашем обществе могут и заблудиться. Очень много интернета, много всяких ненужных, как говорится, игрушек. Друзья тоже могут быть разные. Поэтому мама должна, прежде всего, быть другом для своих детей. И как бы ни было, как бы они не бежали маму, бывает обижают, и родители многие обижаются, а сам выпытаются. Неправда. Мама должна везде и всюду быть с детьми. Скучной жизни в семье Бонни бывает никогда. Дети не могут сидеть на месте, но даже в их шалостях родители стараются разглядеть скрытые таланты. Например, художника или музыканта. Сколько бы детей не было в семье, говорит Елена, очень важно уметь наблюдать за каждым. С раннего возраста подмечать, что доставляет ему удовольствие и находить время на его развитие. Творчество помогает организовать детей. Они знают, что им надо выучить уроки и на хореографию одному, второй на вокал идти обязательно. И они систематически как бы все стараются успевать. И действительно успевают. Я по старшей дочери вижу, что она два отделения тянула, она и успевала. И она и в школе общеобразовательной хорошо училась. Очень много дипломов у нас, грамот. Вот я, как говорится, моя гордость у одной девочки, у второй. Валерия учится в восьмом классе и посещает детскую музыкальную школу искусств, где занимается на отделении эстрадный вокал. В музыке у девочки есть награды республиканского и международного уровня. 14-летняя Валерия – большая помощница мамы. Когда старшая сестра уехала учиться, она ее заменила. И на кухне похозяйничает, и Кириллу уроки поможет сделать. И с младшим Андрюшей поиграет. Девочка понимает, что маме непросто справляться с домашними делами. Если ей помочь, то свободное время они смогут провести вместе, обсуждая прошедший день и строя планы на будущий. Мама – это для меня самый лучший и настоящий друг, который всегда поддерживает. Даже когда у нее в школе проблемы, она, несмотря на свои заботы, она всегда спешит помочь. Помогает и Кириллу с подделками, если ему что-то надо сделать. И благодаря нашей маме у нас всегда в семье чистота, порядок, доброта и любовь. Царящая в семье бунь-гармония – в основном заслуга мамы, а вот за ее благосостояние отвечает папа. Леонид благодарен жене за крепкую семью и, конечно же, за детей. Воспитанием детей, конечно, больше всего занимается жена. Ну, потому что я занят, у меня работа, стройка, далее достраиваемся дальше. Ну, вот тем, что семья дружная, большая заслуга и творческая, большая заслуга, конечно же, моей жены. За что ей большое спасибо. Елена и Леонид Бунь считают, что дети больше всего объединяют супругов. Их рождение приносит не только новые заботы, но дает новый виток взаимоотношения. Чувства становятся крепче, а ответственность друг за друга больше. Сложностей, конечно же, не избежать, но они возникают и в семьях с одним ребенком, и с двумя, и с пятью. Однако, если родители заботятся о счастливом детстве детей, то все трудности будут преодолены. И они не раз скажут маме спасибо за жизнь. Поздравление ко дню матери от представителей военного комиссариата Лицкого района принимали Юзефа Мацкевич и Станислава Самакар, чьи сыновья погибли в Афганистане, а также вдова офицера, выполнявшего свой долг в этой стране Алексея Черепкова, Галина Черепкова. Галина Александровна воспитала двух сыновей. Один военный врач, второй работает от Таше в Таиланде. Галина Черепкова гордится своими детьми и считает себя счастливой матерью. Она благодарна военному комиссариату и воинам-интернационалистам за поддержку и память о ее муже. Я хочу изначально поблагодарить Ассоциацию, Лицкую Ассоциацию Афганцев за память. Помнят, на каждый день матери, на 8 марта, на Новый год, в общем, поздравляют. Помнят, и мне очень это приятно, что нас, семей погибших, не забывают. Спасибо им большое за память. Представители военного комиссариата Лицкого района, как и районной организации Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане, ежегодно посещают вдову Алексея Черепкова и матерей погибших в Афганистане солдат, чтобы поблагодарить за их мужчин и выразить слова поддержки. Мы стараемся всегда преподнести им цветы, а также какие-то подарки сладкие, также молочные. Хочется поблагодарить молочный костярный комбинат за помощь в данной организации, а также Лицкий хлебозавод. К другим темам. Проблемы у жителей нашего региона все еще есть, и это доказывает прямая телефонная линия, которую в субботу в Лиде провел заместитель председателя райисполкома Виктор Паранюк. За три часа ему поступили 19 обращений, 10 из которых касались работы коммунальщиков. Поднимался вопрос протекания балкона. Речь шла об отводе воды одного из предприятий на улице Урицкого. Проблеме с отоплением в общежитии завода электроизделий по улице Советской, отсутствии уличного освещения на улице Сосновой. Жители 42-го дома по улице Варшавской интересовались, когда будет отремонтирован обвалившийся балкон. В трех обращениях звучала просьба обустроить пешеходную дорожку по улице Артиллерийской. Не осталось в субботу без внимания и реконструкция улицы Свердлова. Эта тема поднималась трижды. Люди просили организовать проезды к некоторым домам и уточняли сроки сдачи объекта. Также во время прямой телефонной линии речь шла о ремонте остановочного пункта дачи по улице Докучаева. Жители агрогородка Белица, деревень Янцевич и Детвянского сельсовета Козичи, Круповского и Поперня-Ваверского рассказали Виктору Пронюку о плохом состоянии сельских дорог. Члены садового товарищества «Дайнова» просили дать разъяснение по процедуре электрификации дач. В субботу на этой неделе прямую телефонную линию в Лиде проведет управляющий делами райисполкома Ирина Юч. Со своими вопросами жители нашего региона могут обращаться к ней с 9 до 12 часов по номеру 52-42-43. Лидское телевидение стало победителем республиканского творческого конкурса среди печатных и электронных средств массовой информации «Крепка семья, крепка держава» в номинации «Лучшие материалы в электронных региональных СМИ». На конкурс был отправлен материал Ольги Борисевича о многодетных матерях из поселка Первомайский, удостойных Ордена Матери, Алле Маркель и Светлане Завала, и материал Анны Войтулевич о многодетной семье завадских из Лиды, которая в этом году стала победителем районного конкурса многодетных семей. Торжественная церемония награждения победителей республиканского конкурса «Крепка семья, крепка держава» состоялась в рамках круглого стола на тему о повышении роли СМИ в решении актуальных вопросов улучшения здоровья женщин, укрепления семейных ценностей, пропаганде здорового образа жизни. Его участники обсудили вопросы формирования духовных ценностей в современной парадигме белорусского государства. Все участники круглого стола сошлись во мнении, что каждая семья – это маленькое государство, из совокупности которых и состоит общество в целом. Поэтому от того, какие ценности будут заложены в основу каждой, и зависит, какой будет наша страна в дальнейшем. Сегодня в развитие престижа семьи свой вклад вносят многие социальные институты. Это прежде всего госаппарат, который создает и реализует ряд программ, направленных на поддержку семьи и материнства. Это и учреждения образования, где ребятам закладываются основы семейных ценностей через беседы, мероприятия на семейную тематику, литературу и другие творческие предметы. Не последнюю роль, конечно же, в этом деле играет и церковь, ведь именно там формируются морально-нравственные и духовные ценности, заложенные в основу семьи. И рассказать обо всем этом, донести, проинформировать людей стоит задача средства массовой информации. С уверенностью можно сказать, что литское телевидение с ней весьма успешно справляется. Доказательство тому – наша победа в республиканском конкурсе «Крепка семья, крепка держава». А сейчас новости спорта. Минифутбольный клуб «Литсельмаш» в седьмом туре чемпионата Беларуси в высшей лиге обыграл команду «Агрокомбинат Южный» из Гомельского района со счетом 5-1. После этой встречи «Литсельмашевцы» лидируют в турнирной таблице. Однако в связи с выступлением в Кубке УЕФА пока еще не сыграла матч седьмого тура «Столица». Он отложен до среды. Игру же восьмого тура чемпионата республики «Литсельмаш» проведет на выезде в воскресенье. Его соперник – охрана «Динамо». Футбольный же клуб «Лида» в двадцать шестом туре чемпионата Беларуси в первой лиге сыграл в ничью 1-1 со «Сморгонью». Такое выступление не изменило позиции «Личан» в турнирной таблице, а не как раньше, четырнадцатая. В следующий раз «Лида» выйдет на поле в субботу. К ней в гости приедет Орша. О месте проведения матча и времени его начала сообщим позже. Хоккейный клуб «Лида» в субботнем матче чемпионата страны в экстралиге с разгромным счетом 0-10 уступил Гродненскому Неману. Рыцарей, может, и хотели бы показать результат, но хозяева не позволяли им разойтись на льду. После этого сражения «Лида» восьмая в турнирной таблице. Следующий ее матч намечен на четверг. В этот день подопечные Дмитрия Дудика отправятся в гости к Солигорскому шахтеру. И у меня на сегодня все. Далее на нашем канале прогноз погоды на завтра. Рубрика «Есть вопрос», блок рекламы и программа «Полный дозор», которая расскажет о происшествиях в нашем регионе и не только. До свидания. Партнер программы «События» Лицкий хлебозавод Испокон веков хлеб считался проявлением мудрости народной, красоты и здоровья. Сегодня Лицкий хлебозавод радует вас свежим и румяным хлебом, ароматной выпечкой, необычайно вкусными тортами. Мы заботимся о качестве своей продукции, поэтому используем натуральные ингредиенты и традиционные рецепты. Лицкий хлеб выпечен с любовью.